здравствуйте дамы и господа сегодня мы с вами поговорим о рисунке и корше до головы и корше это часть статуи корше скульптуры корше годона но с поправкой конечно на количество лет и отливок поэтому скажем так она уже несколько отличается наверное того оригинала который был создан в конце 18 века но тем не менее я думаю что до сих пор поскольку его рисуют то поскольку она у нас есть студии то включил я его тоже в программу но надо понимать конечно что рисунок и корше в первую очередь это просто рисунок головы то есть не нужно думать что вы мы здесь наметили композицию да видите и обрез общей до который состоит из характерных линий основных точек каких-то до которые мы сейчас будем и среднюю линию лица намечаем не нужно думать что вы рисуя корше тоже как и корше фигуры вы разби за разобравшись в мышцах вы будете от этого сильно лучше рисовать с какой-то минимум вам это даст но сильно лучше рисовать будете от того что просто будете много головы рисовать намечаем скулу надбровные дуги среднюю линию лица опять скулу где будет ухо то есть мы размечаем где крупные части находится грудиноключично сосцевидной мышцы пошла из задняя сторона шеи там пошла и вот у нас здесь тоже челюсть то есть мы намечаем характерные основные характерные линии которые мы видим рисунок у нас немножко в ракурсе чуть-чуть слегка а фото получилось сильнее в ракурсе кстати нос где будет жить где будет рот надо понимать что намечая детали лица мы тем самым задаем разворот головы да то есть от того на каком месте мы намечаем нос рот глаза уши от этого меняется разворот головы собственно начали рисунка основная функция именно это височные части да вот мы наметили и лишние линии потихоньку тоже можно уже убирать то есть мы вначале намечаем а потом уже стираем лишнее вначале исправляем потом стираем лишнее скотч немножко отвалился на все-таки кнопки как-то больше не нравится затылок да надо смотреть чтобы затылка не было мало скула опять ухо тоже харак из характерных линий но и макушка тоже из каких характерных линий состоит скула здесь поворот на височной части жевательная мышца ну вот соответственно здесь шея это заканчивается это грудино-ключично-сосцевидная мышца вот как-то так у нас он наметился да немножко выглядит широковато и не забывайте пропорции мерить да в первую очередь конечно общую ширину к общей высоте общую ширину к общей высоте но здесь ширина укладывается в высоту 1 и сколько-то немножко там не хватает у нас получилось сверху и вообще пропорции желательно померить не один раз сначала самое крупное то есть самую большую общую ширину к общей высоте и уточняем расположение основных частей тем более если у нас пропорции чуть-чуть поменялись то надо посмотреть опять а где собственно говоря основные части будут располагаться снова померить основные пропорции ну правда высоту видите я меряю от подбородка нет ни за шею нет основания головы в районе кадыка от подбородка но это дело в общем то может быть любое можно и от основания головы точно так же это мерить главное и там и там мерить одинаковым способом естественно ну и видите что мерить можно павочкой от когда карандаша не хватает но вот когда удлинитель то сразу карандашом тоже мерить становится удобнее отчасти хотя сейчас удлинители столько стоит что в общем смысла нет и вот мы смотрим соответственно соотношение частей друг дружки и куда у нас попадает середина то есть мы конечно понимаем что середина это на слезнике но поскольку у нас вид снизу то у нас слезник получается выше середины вот что тот на фотографии я смотрю ближний глаз напоминает его и нос и выражение напоминает мне петра мамонова на какую-то долю напомнила вот соответственно мы смотрим где у нас будет глаз располагаться то есть нам нужно что сделать вот вы обрез задали там пропорции может быть надо поселить в центре какие-то точки заметные яркие типа надбровных дуг глаза скулы от которые займут свое место и от которых можно будет как бы уже мысленно отстреливаться уже на глаз брать остальные части которые между этой точкой и краем головы находятся но можно сравнить это с шахматами да когда выводя какие-то значимые фигуры на центр доски мы тем самым как бы контролируем ситуацию вот сейчас я смотрю верхняя часть от скулы до макушки да если ее уложить от подбородка вверх туда то где она закончится с таким образом я определяю где у меня на какой высоте скула на какой высоте глаз тем более что мы же поменяли я поменял сейчас пропорции немножко для удлинил голову и соответственно я сейчас вымеряю на какой высоте у меня находятся вот эти заметные точки глаз скула надбровные дуги это вот расстояние до сколько раз она укладывается в оставшуюся часть головы и соответственно вот эту точку можно двигать если что еще раз перемерять тоже чтобы она занимала это расстояние занимала определенный процент от общей высоты головы тот который и полагается но естественно что вначале желательно на глаз но с другой стороны надо понимать что любой ракурс то он к нашему глазомеру предъявляет повышенные требования поэтому мы берем на глаз а потом мы конечно должны это дело все проверить проверить измерение да и собственно говоря точно так же как мы мерили когда учились рисовать геометрические тела и так далее почему нужно это все проверять но чтобы наш глазомер он как бы какой-то его ответственности призвать чтобы он стремился как бы брать все лучше точнее сейчас уточняю на какой высоте вот эта точка на скуле вот и по ширине надо померить где у нас будет вот это вот положение надбровных дуг скулы то есть какой процент от общей ширины головы но естественно что все это работает в том случае если мы с вами общую форму головы общие пропорции головы утрясли померили и мы можем этим размером доверять если это сделать криво то тогда все последующие построения опираясь на них они будут заведомо кривые вот эту точку да тоже вот теперь надо найти где она располагается повнимательнее уже плюс-минус ну чуть повыше ну конечно тут есть важный момент что нужно все таки почаще отходить на расстояние смотреть издалека потому что если времени иметь много то можно вообще все на глаз сравнить фактически и это намного лучше чем мерить но с другой стороны если например нет возможности вот долго долго тихо спокойно сравнивать то конечно лучше мерить потому что иначе ошибки все равно останутся а вы их не увидите уже уточняем характер надбровных дух да как они там идут как изгибаются да теперь мы меряем соответственно вот это расстояние как она левее правее ну понятно что можно все это сделать на глаз просто важно в видеороликах показывать тоже что все таки надо мерить да потому что если я сейчас все буду делать на глаз то вы тоже будете делать на глаз а ведь нужно чтобы все таки вот эти вещи научились делать уверенно именно в том числе и при помощи измерений особенно если у вас опыт рисунка там менее менее пяти лет то конечно желательно все это измерять имеется ввиду академического рисунка серьезного с натуры ну вот теперь у нас получается так что у нас более менее как то основные какие-то значимые точки центральной области особенно они появились более менее почему потому что как общие пропорции могут иметь содержать ошибки так и все части содержат ошибки наверняка и все измерения могут содержать погрешности тоже поэтому тут надо больше все таки уже сравнивать чтобы впечатление которое идет от рисунка и от натуры оно было идентичным если оно разное то это означает что что-то нужно менять что где-то на самом деле косяк но в другой стороны вот более-менее какие-то точки у стаканев мы можем уже легче сравнивать то есть понятно что практически может на большей части рисунка ни одна точка не быть до конца на своем месте но благодаря тому что большинство из них в большей степени на своем месте становится уже сравнивать становится намного легче потихоньку 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 можно их все допередвинуть на более-менее свои места вот как-то так наверно вот как-то так наверно теперь смотрим, да, вот эта точка, да, расстояние от низа подбородка до вот этого угла челюсти сколько раз она укладывается в оставшуюся высоту головы может возникнуть вопрос, нужно ли действительно мерить в такой последовательности конечно же нет но мы стараемся в начале задать какие-то точки максимально по центру потому что в этом случае мы делим вот эту площадь наиболее крупно а дальше мы уже смотрим точки, которые ближе к периферии вот такой алгоритм, наверное, он имеет смысл вот сейчас уже уточняем на какой высоте низ уха если мерить расстояние от кончика подбородка до низа уха вот сколько оно укладывается в оставшейся высоте головы и вот мы видим там, что у нас три раза, да, ну, над макушкой вот на таком-то расстоянии примерно ну, надо понимать, конечно, что ракурс все-таки это вещь такая, которой нельзя особенно доверять то есть, если мы рисуем голову хоть немножко в ракурсе то, скорее всего, нужно ожидать, что мы допустим те ошибки, которые нам неудобно и сложно будет находить вот в этом смысле, как бы, нужно либо иметь дольше времени, да сравнивать больше на глаз либо все-таки мерить, да если вы рисуете первые годы поэтому вот этот алгоритм мы сейчас, как бы, пытаемся здесь проиллюстрировать на какой высоте у нас верхняя губа ну, не знаю пыть пыть да 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 но естественно что даже на этой стадии желательно видеть все это не как набор разрозненных линий хорошо понимая архитектонику головы зная наизусть обрубовочную голову понимать уже видеть даже мысленно те линии которые не нарисованы понимать это именно как конструктивную схему головы как голову целиком до объемную такую что нет никакой бумаги нет листа да есть некое пространство которое мы созидаем карандашом где вот эта глава она как объемная существует это все сейчас конечно может звучать как некоторая абракадабра но тем не менее если постараться об этом задуматься то потихонечку так она и будет но вот немножко мы уточняли сейчас что над чем да у нас что левее правее подбородок где находится на здесь тоже линии характерные ну и конечно дальний глаз тоже его надо сажать вот с дальним глазом особенно если дело в ракурсе надо понимать что он может рисоваться выше чем надо то есть его достаточно низко опустить что там может быть всякие глюки и приколы то есть в этом плане надо глядя на нос задать себе вопрос где в действительности я вижу этот дальний глаз где я его вижу на самом деле потихонечку вот намечаем уже область надбровных дуг и под ними но при этом надо смотреть чтобы какие-то размеры крупные дамы все-таки более-менее померили потому что можно так рисовать рисовать не подозревать что все немножечко не на своих местах вот ну и конечно тут очень важный момент наверное что меряем то мы вначале приблизительно хорошо потом все перемеряем более конкретно тем более что когда мы берем вначале приблизительно то мы все-таки видим что какие-то основные характерные есть линии дака в которой все складывается мы часто меряем больше их а потом мы понимаем что каждая линия она изгибается и размер ее здесь один а в сантиметр отступив уже другой и соответственно по мере того как мы вот у нас в какие-то подробности попадают мы все эти изгибы начинаем передавать хорошо все размеры заново иногда перемерять для того чтобы понять вот это было померено к тому месту где эта линия выступает или к тому месту где она вугнутая вот ну конечно эти вещи хорошо видны на глаз если почаще делать перерывы отходить на расстояние спокойненько смотреть наблюдать но это именно при условии что вы можете так вот поступить да если например обстановка какая-то суматошная там экзамены еще что-то в институте там все может быть там разговаривают не дают вам сосредоточиться то конечно лучше просто четко все померить потому что в этом случае у вас как бы ну некая уверенность но в конечном итоге надо двигаться к тому чтобы глазомер был главнее чем измерение то есть вначале у нас глазомер пока может быть не развит у нас измерение главнее чем глазомер а потом должно быть наоборот замер должен стать главнее всех потому что измерения тоже могут дать погрешность вот сейчас мы определяем где у нас что надо чем попадает да и где у нас здесь внизу кадык смотрим что над чем по вертикали что на что по вертикали попадает по сути вот если вы вспомните нашу первую серию до про кубик то все приемы ноут в целом надо отходить смотреть на как тут он уже начал складываться если вспомнить нашу первую серию самую про кубик то там вот все приемы которые мы сейчас здесь используем они были проговорены и соответственно вот надо понимать что может быть там было недоозвучено что конечно вначале мы стараемся наметить на глаз а потом уже мерить момент надо понять при рисовании даже кубика но с другой стороны мы начали ведь можем только пытаться на глаз наметить что глазомер все равно еще надо развивать поэтому потом все равно измерения они вносит свои коррективы как показывает практика а вот уже если вы много 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 рисовали тоже периода вот таких голов уже можно глазомер потихонечку нагружать то есть требовать от него больше сейчас уточняем где у нас ухо но ухо естественно тоже оно характерный его обрез до состоящий из заметных каких-то характерных линий и углов между ними да где линия поворачивает и вот висок сейчас будем намечать тоже надо понимать что это переломы формы и планы да вот так же как это показано на обрубовочной голове надо очень хорошо понимать потому что иначе это будет просто срисовывание поэтому очень хорошо как бы добиваться ощущения внутреннего что нет плоскости листа есть там как бы некое пространство такое в котором вы созидаете такое трехмерное пространство но глаз тут надо понимать что на самом деле конечно сажать глаз надо вместе с его окружением а может быть вначале даже окружения потому что хочешь чтобы глаз был похож нарисуй похожим все что вокруг глаза вот немножко вот 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 Ну и, конечно, когда мы доходим до каких-то уже мелочей, то там в миниатюре повторяется процесс тот, который был в крупном, что мы намечаем характерные точки, какие-то углы, и мы намечаем линии, да, то есть любая дуга, она состоит из характерных линий и углов между ними, то есть куда линия придет. А потом мы как бы спускаемся еще на уровень подробнее, и мы уже каждому прямому кусочку придаем свой изгиб. И чем дольше рисунок, тем, конечно, более точно может быть каждая линия взята, но для того, чтобы взять ее точно, вначале ей надо дать самое характерное направление, потом разбить его на ряд направлений, а потом еще разбить. Вот, наверное, такой алгоритм какой-то. Ну, тут надо смотреть, да, потому что тут может казаться, что вот над выражением лица надо работать, а надо все-таки не над выражением лица работать здесь, а взять пропорции, характер, характерные линии, а выражение как следствие появится само. Надо понимать, что верхняя поверхность носа это такая как бы плоскость, да, уходящая, что это не просто силуэт, и глаз тоже, да, что это объемная часть, объемная, что это структура некая. Там сидит глаз, тоже как объемный элемент. Это понимать нужно не умом, а именно добиваться того, что это становится ощущениями. Потому что логически-то мы можем совсем согласиться, а нужно именно над ощущением добиваться качественно. Ну, немножко у нас этот кусочек, кстати, расфокусировано, да, записался, я думаю, что следующий, может быть, будет почетче. Ну, вот как-то у нас примерно так она намечается, можно так вот посмотреть в процессе. Ну, и немножечко мы сейчас еще чуть-чуть... Чуть-чуть уточним, осталось у нас где-то 3 минутки нашего ролика. Ну, это где-то треть, наверное, материала, если я правильно оцениваю. Поэтому еще будет продолжение этого рисунка. Вот характерные моменты, да, которые важны для начала, то, что мы с вами проговаривали, это то, что мы всегда стараемся вначале все наметить на глаз. Стараемся взять основные пропорции, потом померить желательно все-таки. Меньшие пропорции, причем на глаз мы намечаем вначале общий абрис, потом крупные детали. Располагая детали, мы задаем разворот головы. Но меряя общие пропорции, мы можем вообще все переиначить. То есть нужно быть готовым к тому, что ошибка может всплыть в любой момент. Затем мы уже меряем пропорции меньших частей каких-то, да, вдруг по отношению дружки. Также смотрим, что надо чем. По горизонтали, что на высоте чего попадает. И стараемся почаще отходить, почаще отходить, смотреть. То есть как бы вы что ни мерили, надо смотреть, а впечатление в итоге, оно похоже или нет. Если не похоже, то за счет чего, почему. То есть какие, это значит, что какие-то элементы немного, либо не на своих местах, либо не на своей, не своей формы. Либо чаще всего и то и другое. И просто нуждаются как бы вот в вашем внимании. Смотрим, что на высоте чего. То есть где по высоте верхний край уха находится. Немножко его уточняю. Ну, потому что ракурс, да, вид снизу, естественно. То есть мы знаем, что ухо это от кончика носа до надбровной дуги, но тоже уши могут быть больше и меньше. Вот. Надо нам на этом как бы уже заканчивать. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Будет у нас продолжение. Всего доброго вам. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok